В Донецке снова есть жертвы в результате обстрелов со стороны украинской артиллерии. По данным штаба ополчения, минувшей ночью силовики, несмотря на перемирие, открывали огонь более 50 раз. На прямой связи наш специальный корреспондент Донецкий Михаил Чабаненко. Михаил, какая обстановка в эти минуты и что известно о последствиях обстрелов? Да, Лен, бои в Донецком аэропорту наконец-то прекратились. И вот прошедшие полдня в городе тихо, но по нашей информации стрельба в аэропорту продолжалась всю ночь. И несколько снарядов со стороны украинских силовиков прилетели в жилой сектор, в Куйбышевский район. И вот, как нам стало известно, в результате этого обстрела погибла женщина. Лена. Да, Михаил, на сегодня в Донбасс прибыл новый гуманитарный конвой из России. Что привезли, когда и где начнут распределять помощь? Да, вот буквально два часа назад мы встретили этот конвой. Привезли 200 тонн, в основном это продукты питания. 33 тонны сухого пайка, все это предназначено для жителей Дебальцево и его разбитых пригородов. Больше ста волонтеров разгружали приехавшие КАМАЗы. И вот на месте этот груз перекладывали уже в другие автомобили, которые с минуты на минуту должны отправиться в пункт назначения в Дебальцево. Это сухпай идет на один день, здесь идет каша, говядина, здесь идет мясо с зеленым горошком, здесь идет повидло, здесь идет паштеты, это икра из овощей идет. Это все предназначено по калориям на одного человека на сутки. А также у нас еще загружено здесь 500 квадратных метров пленки. Пленка это для того, чтобы там где нет стекол, там где нужно закрыть место стекла, чтобы было тепло. Это для жителей и для социальных объектов. В составе гуманитарного конвоя было 30 машин, они пересекли границу с Донецкой народной республикой, а потом колонна разделилась. 15 машин поехали в Луганск и 15 в Макеевку, это пригород Донецка. За рулем этих машин находятся сотрудники МЧС России, в кабинах также врачи и психологи МЧС, но, видимо, если жителям Дебальцево и пригородов, которые пережили потрясение, потребуется помощь. В составе колонны у нас есть медики, психологи МЧС, которые могут оказать помощь и водителям, и населению. Все автомобили перед отправкой прошли технический осмотр, с водителями проведен инструктаж на предмет вождения в экстремальных условиях. Также нам известно о нескольких автобусах, которые также приехали недавно в Дебальцево, тоже привезли гуманитарную полиску, которую собрали жители Востока и Украины.